Девушки отдыхают 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 Нужно подавать иск о выселении. И вот таких нюансов очень много. Обычному гражданину невозможно разобраться. И процессы проигрываются. Есть такой термин, механизм восстановления нарушенного права. Вот его люди, перед тем, как обратиться в суд, должны выучить. И он постоянно должен пульсировать в мозгу, как у этих индийских йогов, какая-то мантра или какой-то санскрический термин. И человек должен понимать, когда он уйдет в суд, он должен знать, правильно ли он использует этот механизм защиты нарушенного права. Он что подразумевает? Иск, жалоба должны не просто быть правильно составлены. Можно написать их как угодно, по тексту. Все будет понятно. Но само название документа, иск, жалоба о чем? И результативная часть, конец документа. Что человек просит? Если это будет неправильно, человеку откажут по формальным основаниям. Он растерянно уйдет, скажет, вот, не добился правды. Не добился, потому что неграмотно были составлены документы. На сегодняшний день наша юриспруденция представляет такой вот водопад какой-то информации, такой бурный поток, это стихия. Юристам сложно в этом разобраться. И в конечном итоге люди могут оказаться просто у разбитого корыта. То есть поэтому юрист должен обладать как минимум узкой специализацией, правильно? Разбираться в конкретном вопросе или в конкретном направлении права. Совершенно верно. На сегодняшний день юристы невольно специализируются. Даже когда мало практики, мало доверителей, клиентов. Все равно хочется в каком-то деле быть профессионалом. Потому что все знать просто невозможно прочитать и изучить, и быть готовым тут же сходу сориентироваться и проконсультировать человека грамотно. Порой сами люди, избегая общения с юристами, полагают, да зачем? И так понятно, спор легкий. Но легкий он может оказаться на первый взгляд. Вот буквально опять недавние ситуации. Супруги развелись, определяют место жительства ребенка. С кем жить ребенку? С мамой или с папой? Процесс длился несколько лет. Дошел до Европейского суда по правам человека. Уже ребенок стал подростком, он и так бегает к папе, к маме. А они все судятся, судятся, судятся. Или раздел имущества. Восемь лет делили супруги. Они вошли, видно, в такой уже кураж. Уже имущество амортизировалось. Какое-то уже пропало за ветхостью. Они все делят, делят, делят. То есть на сегодняшний день и сама судебная практика меняется настолько постоянно, что суды принимали решение, удовлетворяя какие-то требования при соблюдении условий. Сейчас они предъявляют другие требования, прямо противоположные. Люди этого не знают. Итог бывает, мы знаем, плачевный. То есть без помощи юриста очень тяжело человеку самостоятельно отстоять свои права в суде? Я считаю, что с юристом эти шансы повышаются. Юрист – это человек, который знает инструкцию к какому-то механизму. То есть ты сам можешь пойти купить закон в магазине и почитать. Но ты всей этой инструкции ко всему, к процессам, к требованиям, ты не можешь знать. Юрист – это как сталкер, получается, как посредник, представитель между твоей сыромяжной правдой, твоими мыслями, порой мужицкими, и судом. Правильно донести до суда, устно изложить, письменно, как-то зафиксировать, обратить внимание суда на какие-то моменты, прокомментировать. Ведь суду правда не нужна. Люди зачастую говорят, где же правда? Вот пошел в суд, проиграл, все они такие. Суд правду не определяет, не ищет. У вас у сторон в споре, у каждого своя правда. Термин «правда», юристы даже многие этого не знают, он отсутствует в процессуальных кодексах. Там есть истина и в теории, в академической науке. То есть суд устанавливает истину на основе представленных доказательств. К этим доказательствам предъявляются требования. Их пять. И многие, даже юристы тоже эти требования не знают, но суд как бы невольно, сознательно, он эти требования предъявляет к документам. Это на относимость, допустимость, доказательств, достаточность, достоверность, взаимную связь. Видите, сколько терминов? Они в голове не уложатся. А это все метки, это все правила, которые предъявляются к документам. Простой человек может их знать? Конечно же нет. Юристы порой этого не знают. Ты пришел, человек в суд, я документы дал, пусть судья. Судья разберется, он умный, он все знает. Судья такой же человек, он не разобрался. Вот недавняя тоже ситуация. Да, пенсионер, понятно, приходит в суд. Это мой участок. Вот акт поселкового совета 50-х годов. Мне давал председатель колхоза, ударного нашего, полторы сотки. Это мое, вот эта рваная пожелтевшая бумага со скотчем, с какой-то каплями сока, крови, не важно чего, заляпанная уже. Все понятно, хранили люди 70 лет. А оппонент спорит, говорит, а вот у меня право собственности на этот участок. Как же так? Это мое, это не ваше. А судья и говорит, подождите, ваше, не ваше, давайте разбираться. Вы границу участка отбили, отметили, неживание провели, на кадастр поставили. Нет, а вот этот человек все сделал, а где ваши границы? Вот от березы до сосны. Где береза, где сосна? Есть закон. Человек проиграл. Вы еще к тому же не забывайте, что у каждого не просто своя правда. Люди только в теории, они правдиво суду все излагают. Попадаются такие прохиндеи, которые откровенно злоупотребляют своими правами. Умалчивают, хитрят, лгут, опускаются до фальсификации доказательств порой в процессе. Суду надо разобраться, поэтому представляйте правильно доказательства, говорите убедительно. Иначе вам просто подставит под ножку недобросовестный, непорядочный оппонент. И вот вы упали, как же так, где же справедливость? Какая справедливость? Справедливость. Справедливость, как принцип, он удален с процессуальных кодексов. Его там нет. Суд, справедливость, не от суда справедливости не ищите. Вы не в тот орган пришли власти. Суд устанавливает истину на основе собранных доказательств. У нас не родоплеменной строй, когда подполз на четвереньках к старейшине, седому с бородой, двухметровый посох у него, ворон черный. А где правда? Не говори ничего. Вижу, прав ты, насквозь вижу. Такого нет. Судья пришел, к судне пришел, судья, я ничего не вижу, ничего не знаю. Документы давай, комментирую правильно. Не прокомментировал, проиграл. Проиграл, вышли люди. Так же так, где же справедливость? Те, кто выиграл дело, все правильно по закону, кто проиграл. Что говорят, как правило? Что говорят? Суд неправ. Суд неправ. А бывает такое, я слышу. Понятно. С самого начала было ясно. Купили судью. Кто кого купил? Морковка на базаре, что ли, купили судью? Покажи документы. То есть, вопрос. Смотришь, господи, что здесь, кто готовил эту бумагу? Хочется по голове постучать. Я не буду хом. У тебя какие-то шансы, думаешь, были на победу? Никаких не было шансов. Безграмотно. А бывает зачастую, что юрист составил эти. О, вот к юристу обратились. Ну, всякое бывает. Брак в работе и сфера услуг. Это же сфера услуг юридических. И здесь тоже порой юрист, как Иван Сусанин, захороводил, интервентов увел и не вернулись. И также увел куда-то граждан, пообъяснял им, что-то там конструкции каких-то наваял, напридумывал, написал. Только как Гордеев узел. Разрезать, выкидывать. Спор не имеет перспектив. Заходить нужно с другим иском, с другими исковыми требованиями. И с другим юристом. Это по желанию. Можно остаться с тем же. Будет вас по кругу, как Ослик. По стадиону. Игорь Михайлович, а как тогда отнестись к тому моменту, что во всех судах предоставлены на стендах, там стоят такие специальные стенды, где вывешены списки документов? Образцы, вы хотите сказать, документы. Да, образцы документов. Их можно везде скачать в интернете. Юрист не нужен, получается. Не нужен? Нет, вы, наверное, это, полагаю, хотите сказать. Юрист не нужен. Все есть в интернете или образцы. Ну, в принципе, да. Давайте так. Я понял, это я слышу регулярно. Зачем нужен юрист, если все можно в интернете сказать, и образцы. На стендах, в судах образцы самые простейшие. Там, обзыскание алиментов. Там, выдача судебного приказа и все. Дальше люди залазят, погружаются в эту пучину интернета, дергают вот эти вот проформы так называемые, вставляют свою фамилию и обращаются в суд. Сразу же я разочарую, это очень неправильно. Все, что скажет интернет, это, разумеется, большая информационная паутина. И одновременно с этим это большая, мощная... Помойная яма. Я вот хотел сказать это, но думаю, как бы это лексически обработать. Давайте именно вот это термин употребить. Причем это правильно сказано, очень точно сказано. Информация непроверенная, лживая зачастую. Какие-то наброски... Устаревшая. Опять совершенно верно. Устаревшая. Люди надергали этой информацией. Договора умудряются заключать на десятки миллионов, получив какой-то, ну, скачав бесплатно форму договора безграмотную. И ничего не могут в суде доказать. Вот вам итог. Давайте скажем по-другому. Вот эти вот шаблоны, проформы, скелеты, их еще называют. Это документы, которые, во-первых, не проверены, которые нужно наслаивать. Задавали такой же вопрос. Я привел пример. Как вот влюбиться в человека. Мы влюбляемся в человека. Мы смотрим волосы, типа лица. Неважно, разрез глаз, вес, рост. Мы никогда не влюбимся в скелет в аптеке. Да, он может нужен для каких-то методических, научных, анатомических целей. Но мы влюбляемся в человека. Так вот, документы в интернете, на стендах где-то, это все скелеты. Их нужно затем наращивать, потому что правоотношения, в которые вступают люди, в отношения с судебной властью, это индивидуальность. Они всегда должны, как вот люди, персонифицироваться. А не просто скелет скачался, в свою фамилию вставил, и ты себе уже считаешь, что дело выиграл, потому что это все правильно. Это будет под вопросом. Особенно грустно, когда люди играют с огнем и в уголовном процессе отказываются от защитника, даже от какой-то первоначальной консультации с ним, полагая, что зачем все понятно. Следователь добрый, прокурор лояльный, ну судья улыбается. Да и действительно слово сдержали, условно дали. Условно это тебе дали. Вопрос в том, что ты вообще был невиновен. Или да, ты договорился, все нормально, признал вину, но только у тебя квалификация ошибочная, она должна была быть более низкой, чем та, которую тебе определили. И как ты это можешь понимать заранее? Никак. В конечном итоге все довольны, только на самом деле могло бы быть все по-другому. Поэтому как доверять в интернете, как доверять? Излишнее доверие, оно характерно очень для русских людей. Это вот еще пережиток, видно, в прошлых советских времен, что нас в полутоши батюшка царь все видит, он защитит. Сам себя должен защищать. В Америке это давно уже поняли. Поэтому там семейный юрист, семейный врач. Но у нас лучшие порой консультанты, это сейчас интернет, а раньше это сосед по гаражу, он там все знает. Это одно из заблуждений и пережитков. То есть скачивать шаблоны документов в интернете, это все равно, что диагноз самому себе в интернете ставить? Совершенно верно, совершенно верно вы сказали. Как вот взять энциклопедию, так болит живот, да, действительно, наверное, рак. Да, сразу. Поджелудочный. А оказалось, просто у тебя это... Не сварение, переел. Игорь Михайлович, получается, что недостаточно правильно предоставить документы суду. Необходимо их еще правильно откомментировать. Конечно. Вот в этом заключается главная функция. В этом суть и откомментировать. Порой люди надеются на себя, не зная заранее, какая их будет реакция вообще на суд и на выступление в суде. Реакция физиологическая, психическая. Это как, знаете, перед боем. Все вроде бравые, а вот первое поле, вот грохот, канонада, и там уже люди ведут по-разному. Я видел очень много конфузов людей, грамотных, умных, но не их, это стихия. Это все равно нервная обстановка. Нужно понимать, в суд не идут, как в кинотеатр, там, кинокомедию посмотреть, как на праздник. У нас уже такая, знаете, генетическая заточенность и отношение к власти. Суд не уважает, суд, да даже не суд, у нас люди не столько уважают органы власти, сколько боятся их. И когда человек вроде бы все грамотный понимал, зашел в суд, все, он начинает столбенеть и идет. У меня был случай, когда через каждое, там, слово человека от растерянности начал говорить нецензурные слова, там, ять, ять, добавляет. Ему замечания делают, держитесь. Что тоже не добавляет. Ну, конечно, он вообще в конечном итоге теряется. Другой, вроде бы, не матерится, а любая реакция на оппонента, ну, е-мое, е-мое. Понятно, это не нецензурное слово, но это все равно считается такой сленговый термин. И вот таких у людей столько возникает. Или люди не знают же регламента. Регламент. Вот тоже дело было. Грамотная женщина, связанная с политикой. Стали задавать ей вопрос, но она готова была ответить и начала говорить. Но говорила так долго и не по существу, что через несколько минут сказали, подождите, вы не на трибуне. Конкретнее говорить, и она вообще сбилась с мысли. Наоборот, есть люди, которые так литературно излагают. Так вот долго, 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 что все начинают уже сначала молчать, потом озираться, потом чесаться. Потом уже говорят, подождите, вы по сути скажите, а человека смысле сбили. Это как Лев Толстой как-то защищал там в 19 веке какого-то там солдата военный, там трибунал его судил, там, насколько помню, там и смертную казнь определили. Все удивлялся, как же так он же... Ты говорил это все правильно, да, Лев Николаевич? Но только там регламент другой, там другой порядок, другая процедура. Не знал он этого, и люди этого не знают. Это я уже не говорю про... А, есть люди, которые до такой степени теряются, что даже судьи там в поле того, что прерывают процесс. Вот нормальный человек, ну он так вот запереживал, ему скорое требуется, у него давление зашкалит, он потом покрылся, красный как рак, у него язык прилип, он и ничего сказать не может. Или я уже не говорю там, у кого-то такое волнение, что медвежья болезнь, а туалеты закрыты в судах, об этом никто никогда не говорит. Тут в свое время ввели такое вот негласное правило, туалеты только для, как служебное помещение, для работников аппарата судебного. И у человека все, он уже зажат, ему не до выступлений, у него там другие потребности и нужда. А юрист это тот, кто уже знает процедуру, регламент, он спокойно, он может остановить, как бы пресечь неадекватные действия. У меня были случаи вообще несколько, когда люди от растительности не знали, как себя... То есть он вскакивал и начинал ходить, он никому не угрожает, он просто вот схватился за голову, да такого не может быть, да это не так, он же лжет. И вот он ходит, ходит, ему говорят, подождите, как медведь в клетке, представляете, все сидят, тот человек ходит, к судье подошел, ушел. Он как бы замкнулся в мыслях, он не нарушает как бы порядок, он никому не грубит, он не нападает, не рвет бумаги. Но его поведение неадекватное. И он уже, ты понимаешь, он уже ничего не может сказать, ни про документы свои, ни пояснить. Он уже в астрал, он ушел куда-то, он уже в другом параллельном мире, сам с собой уже борется, там разговаривает, он виртуальная реальность у него. А юрист, по идее, это тот человек, который как раз и есть связующее звено. Подожди, не переживай, дайте я поясню. И это зачастую, у меня это постоянно, у меня каждый процесс, когда говорю, ваша сесть, давайте, или уважаемый суд, давайте я поясню, что человек хотел сказать. Вот эта вот обработка идет мыслей уже через юриста, юрист как ретранслятор. И это правильно, это усиливает и доказательственную базу, и повышает шансы человека на то, чтобы донести как минимум информацию, грамоту для судьи. Ну и в конечном итоге мы же все не просто в суд ходим, чтобы там погреться, по семечке пошелушить, чтобы получить результат положительный. Вот именно юристы это и обеспечивают. И психологическую поддержку, поддержку вольно или невольно оказывают. Совершенно верно. Скажите, пожалуйста, ну тогда получается без юриста небезопасно ходить в суд? И психологически, и психологически. И не только в суд, в России, вот люди это вот многие не понимают, но многие уже понимают. В нашей стране она демократична у нас, у нас государство правовое, но такие здесь особенности, что вот в этой вот, в этой тумане, пучине правоотношений люди оказываются всегда. И юрист, и адвокат может потребоваться неожиданно любому, в любой момент, ему или близкому родственнику, другу. Юрист всегда нужен. И очень грустно, когда люди говорят, да зачем мне юристы и адвокаты? Да, я честный человек порядочный, с меня что взять? Да вы поймите, честных порядочных людей тоже привлекают и к ответственности, и уголовной, и инициируют какие-то гражданские иски против них, какие-то споры возникают. Юрист нужен всем. И особенно грустно, когда мне зачастую, зачастую именно, приходило не единожды сталкиваться, когда отношение к юристам или к адвокатам не просто как бы холодное, а даже сдержанное, а даже несколько брезгливое. Пренебреживое. У номенклатуры, особенно правоохранительные системы, там есть, достигают уровня определенного, и людям кажется, что вот он полковник или генерал по должности, и вот он защищен в некой обойме, он в какой-то касте неприкасаемых. Это такое заблуждение. В России не может быть касты неприкасаемых. Все твои обоймы, все твои палеты, они срываются в один день, и ты переходишь в разряд другой обычного человека, которого начинают прессовать. Все люди, с которыми ты там крестил детей, пил, ел, отдыхал, они тут же все отворачиваются, и ты остаешься один. И подходит адвокат, и ты понимаешь, что кроме этого человека никого нет. Тай бог, если ты сразу нашел с адвокатом контакт. Это так же, как и мужчина-женщина знакомится. Этот не понравился, этого ты не понял. И юристы так же, и адвокаты. Нужно выбрать своего, который понимает тебя, твой темперамент, твой тип мысли. Ну, там целая фактура, фактурный ряд, когда вот вы друг к другу должны подходить именно. На это уходит время. Ну, вот вы не зря сказали, привели ранее аналогию в Европу, за границу, семейный юрист, семейный врач. То есть там, в принципе, это не только в России, где мы живем под постоянным прессингом. Это во всем мире, это такая цивилизованная практика иметь своего юриста, правильно я понимаю? Конечно, семейный юрист, семейный доктор. Да, совершенно верно. Но у нас, к сожалению, это только вот как бы набирает обороты. И хотелось бы мне, нашим зрителям, все-таки рекомендовать, как практику с большим стажем работы, с опытом, с квалификацией. Не тратьте время, не ждите того периода, когда вам он понадобится. Потом, вы просто пока начнете его искать, выбирать, отказываться от услуг одного юриста, адвоката, вы будете терять драгоценное время. Поэтому не поленитесь. Вот с сегодняшнего дня, вот начните обращать внимание на юристов, адвокатов, познакомьтесь. Пусть их даже будет несколько. Много юристов и адвокатов, это не помеха, так скажем, в наше время. Это рынок. Это и рынок, в том числе, мы должны понимать, да. Но он себя оправдывает. Грустно, когда люди свои права не могут восстановить, потому что не обратились к юристу, или обратились несвоевременно, и уже ничего нельзя сделать. А здесь, знаете, как, ну как вот, это не как в ТЭК-30, да. Раз ты работаешь, о, проиграл, заново начал, о, проиграл, заново начал. Здесь, как правило, может быть только один шаг. Зашел в суд, проиграл, вышел, все, у тебя больше нет возможности подготовиться лучше. И вот, вторую серию начать. Уже все, механизм судебной защиты реализован. Или в уголовном процессе все, приговор вынесен. Человека отправили в колонию. Незаконно осудили, как он считает. Ну, решение отступило в силу, значит, оно законно. И только грамотный юрист. Ваш шанс помочь самому себе в суде. Спасибо вам большое, Игорь Михайлович. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова